В минувшие выходные стартовал первый круг второго этапа чемпионата Орехово-Зуева по хоккею с шайбой. Наша команда Молния завершила игровые дни матчем с командой Губина. Молния слишком недооценила команду соперника. После первого периода на табло было 0-2 в пользу гостей. Во втором периоде, благодаря великолепной игре ведущего звена, счет изменился на 3-2 в нашу пользу. В этот вечер первой звездой матча, безусловно, стал Сергей Елесов, оформивший свой хэт-трик в матче. Молния переместилась на четвертое место в чемпионате. Желаем и в дальнейшем только побед. Электрогорцы получили путевку на первенство Центрального федерального округа по греко-римской борьбе. Афсеп и Аветик Азатян Тимофей Чучков в весовых категориях 60-65 кг выступили на отборочном турнире на первенство Центрального федерального округа, который прошел с 14 по 15 января в Луховицах. Спортсмены боролись за путевку на первенство, которое пройдет с 21 по 24 января в Рязани. Ребята показали хорошие результаты и успешно прошли отбор. Турнир посвящен памяти тренеров Льва Карточинского и Венедикта Чекалина. В нем приняли участие команды из Коломны, Раменского, Ногинска, Электросталия, Люберец, Луховиц, Воскресенска, Химок, Одинцова, Мытищ, Солнечногорска, Клина, Подольска. В конце декабря в городе Руза проходил чемпионат Московской области по плаванию. В соревнованиях участвовали спортсмены из 62 городов Московской области, а это более 600 человек. Команду Электрогорска представляли 5 спортсменов. София Абайкина, Игорь Фролов, Денис Борисов, Максим Насонов поставили личные рекорды. Татьяна Балденко завоевала золото на дистанции 200 метров бутерфляем. Я заняла первое место на дистанции 200 метров бутерфляем. Это один из сложнейших видов плавания. Соревнования – это чемпионат Московской области зимний в городе Руза. Это основные соревнования, к которым мы вообще готовимся. Ежегодные соревнования мы ездим на них постоянно. И подготовка каждый год идет именно в основном к ним. То есть увеличивается объем. И сами тренировки также становятся сложнее именно перед этими соревнованиями. Это один из сложнейших видов плавания. Татьяна тренируется с 4 класса, примерно с 10 лет. Все это время спортсменка занималась и занимается у тренера Синицына Евгения Сергеевича. Я занимаюсь, получается, с 4 класса. Это где-то, ну, начала в 10-11 лет, примерно, когда у нас в городе открылся бассейн. Именно к самому открытию. Ходила к Синицыну Евгению Сергеевичу. Как тогда я к нему пошла, так до сих пор у него и занимаюсь. Ну, соревнований было невероятно множество уже. То есть, это даже не пересчитаешь. Татьяна рассказала, что усердно тренируется перед соревнованиями и легко адаптируется в новых бассейнах, где они проводятся. Также она поблагодарила за поддержку свою команду – тренера и родителей. Меня поддерживала определенно вся моя команда. Они огромные молодцы во время заплыва. Определенно именно они меня поддерживали перед заплывом и после. Невероятное им спасибо. А также тренеру, потому что именно он меня довел до такого уровня. Огромное ему спасибо. И, безусловно, родителям, которые также дают мне возможность съездить, позволят съездить на такие соревнования в другой город. Это тоже большое им спасибо за поддержку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова